Добрый вечер! Я приветствую всех, кто смотрит сейчас телеканал «Видное ТВ». Телефоны нашей редакции вы можете видеть внизу своих экранов во время нашего прямого эфира. И сегодня в нашей студии Алексей Петрович Селезнев, заместитель главы администрации Ленинского муниципального района. Здравствуйте! Добрый вечер! Алексей Петрович курирует достаточно обширное количество направлений, среди которых и территориальная и общественная безопасность, ГОИЧС, мероприятия по мобилизационной подготовке и другие. Поэтому, в общем-то, разговор у нас тоже будет разноплановый сегодня. И я хотела бы начать с темы системы 112. И начну с вопроса, который задала наша телезрительница. В общем-то, он такой интересный, простой. И я думаю, он как бы станет стартом для нашего разговора сегодняшнего. Ольга Заречнова спрашивает, могу ли я вызвать скорую помощь по телефону 112 или все же по 03 быстрее придет? Алексей Петрович, давайте напомним нашим телезрителям основные направления в работе системы 112. А кто и по какому случаю, по какой причине может обратиться в эту диспетчерскую службу? Да, я чуть, может быть, раньше начну. Оно понятно, наверное, будет. В принципе, многие жители района уже слышали про эту систему. Все началось с чего? Раньше она у нас существовала в районе тоже, так называемой диспетчерской службы или службы обращения главы Ленинского района. В 2015 году, с 1 января, это не только в Ленинском районе, во всей Московской области, была введена во всех муниципальных образованиях единая диспетчерская служба с 1 января 2015, а с июня 2015, то есть через полгода, была организована служба 112. Эта служба предназначена для того, чтобы житель района или организации, неважно, в случае возникновения какой-то экстренной ситуации, ну, к примеру, пожара, да, или какого-то другого чрезвычайного события, ну, не знаю, стало плохо там человеку, или, извиняюсь, возникла какая-то драка, да, в населенном пункте или где-то в другом месте. Мог обратиться очень быстро, ну, если набирать номер длинный, его можно не запомнить порой, когда особенно человек волнуется, а это чтобы он мог быстро очень связаться с соответствующими организациями для принятия мер, которые бы помогли в экстренной ситуации человеку. Вот была введена эта служба, всего три цифры, да, как вы мне говорили, 1-1-2 или 112, мы ее обычно называем службой 112. Вот такая служба, она была организована по всей Московской области, в том числе и в нашем Ленинском районе. Что она собой представляет, кроме того, что я сказал, она необходима для того, чтобы человек в экстренной ситуации мог сразу связаться, и ему была оказана помощь. Она сразу, я скажу, не для того, чтобы выяснить какой-то адрес, да, или, извиняюсь, пройти там на другую улицу, да. Ну, то есть это не справочная. Да, это не справочная, совершенно верно, а это именно служба для экстренных вызовов. Мы у себя в районе создали такую службу, она работает круглосуточно. Круглосуточно сидят четыре оператора и принимают звонки. Звонков, я вам скажу, у нас в месяц проходит порядка 14-15 тысяч. Но, что интересно, анализируя эти звонки на 112 номер, они еще не все далеко связаны с экстренными ситуациями. Только 30% из 14 тысяч идут, по сути дела, по назначению. Когда человеку плохо, когда случилась какая-то беда. А остальные, вот именно, к сожалению, еще носят либо справочный характер, и я вам скажу, и хулиганские звонки бывают. Порядка вот из этих 14 тысяч, порядка двух тысяч звонков идут просто хулиганские. Да, то есть, вот мы все анализируем. Наша задача, конечно, путем разъяснения населению, для чего это надо, чтобы таких звонков не понадобилось. Ну, представьте себе, кому-то стало плохо, а в это время звонит человек, и просто, я еще раз говорю, совершенно непонятно зачем, или что-то он спрашивает. Или просто, как я уже сказал, хулиганские действия совершает. Поэтому, конечно, вот я и сегодня, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, кто меня смотрит, и чтобы передали и другим, что номер 112 используется именно, как вот задала женщина вопрос, к примеру, для вызова скорой помощи. Мы призываем всех, это старые номера 03, 01, 02, да. Они действуют? Они действуют, да. Параллельно, пока еще люди полностью не все знают о номере 112, 01, 02, 03 действуют, но мы всех призываем все-таки звонить по номеру 112. Принимая сигнал, в этом случае оператор, сидят, во-первых, люди подготовленные, профессионалы, она работает в автоматическом режиме. То есть оператор и слушает одновременно человек, который ему звонит, и может одновременно связываться просто в автоматическом режиме с полицией, с МЧС, со скорой помощью. То есть та служба, которая как раз в этот момент необходима. Ну, как правило, если случается беда, да, что это? Это либо требуется милиция, либо требуется скорая помощь, либо требуется там пожарная охрана, да, горит, если что-то, либо это, не дай бог, что-то с газовым хозяйством случилось, тоже экстренной нужна помощь. В дальнейшем, конечно, она будет расширяться и на другие службы, об этом мы, может быть, чуть позже поговорим, но вот пока взяты основные службы, по которым необходимо срочной помощи. Этот оператор, имея автоматическую связь с диспетчерским службами вот этих подразделений, может быстренько их пригласить по данному адресу, по которому обращается гражданин. А какое-то есть время, вот, лимит времени по звонку вот на одного человека? Смотрите, все очень... Если я правильно понял ваш звонок, то есть человек позвонил, и как ему быстро ответят, это вы хотели спросить или нет? Да, насколько быстрее отреагирует сама скорая помощь, да, которая приедет больную? А, да, хороший вопрос. Ну, во-первых, я и про это сказал, что я имел в виду. То есть, может, задать человек, я звоню, а мне не отвечать. Вот она устроена таким образом, что если вы позвонили на 112, а наш диспетчер, я имею в виду в Ленинском районе, не ответил, в течение пяти секунд, то звонок ваш автоматом переходит в областную службу 112. То есть, он не останется без внимания. Но тогда уже нашим операторам попадет, что он, собственно, вовремя не ответил. То есть, вот такая подстраховка идет. Поэтому, конечно, это и дисциплинированность. То есть, в любом случае, ваш звонок дойдет. А что касается вопроса «быстрее», да, как вы спросили, то у нас, значит, заключены соответствующие договора. Есть постановление главы Ленинского района о том, что вот эти диспетчерские службы, к примеру, скорой помощи, полиции, да, МЧС, они немедленно реагировали на эти звонки. То есть, это не просто мы поговорили, так и договорились, а это все узаконено. Кроме того, регулярно подводятся за каждый месяц итоги работы диспетчерской службы на территории всей Московской области. И там, по сути дела, рассматривается даже вот отдельный случай, когда какая-то диспетчерская служба или какое-то подразделение, к примеру, полиции, в течение, обратились к ней с нашей, со службы 112, они не прореагировали. Но эти случаи разбираем и с соответствующими выводами. Поэтому они реагируют, как правило, быстро. Ну, бывает все. Я сразу скажу, Татьяна, что бывает. Но я еще расскажу. Эти случаи, если не вовремя прореагировали, они являются предметом разбирательств по итогам работы за месяц. Все очень серьезно. Да. Но в том случае, наверное, и серьезное наказание какое-то для тех, кто ложные звонки делает. Ведь, как я понимаю, раз есть статистика звонков, так же и регистрация звонков, и номера отслеживаются. Да, хороший тоже вопрос. Есть у нас примеры. Возвобуждено два уголовных дела. Да, вот именно из-за неправильных, мягко выражая, звонков. Я даже расскажу, каких. Это случилось один, произошел в конце прошлого года, когда звонок на службу 112 раздался. И сказано было, что за Минерва наш роддом, или перинатальный центр. Суточка. В городе Видный, да. Совершенно верно. И вот, представляете, я был уже, это было перед Новым годом недалеко. Я помню, наверное, это было уже время где-то 11 часов вечера. И вот, представляете, надо было всех на ноги поднять. Да, и полицию там, и медработников, и руководство перинатального центра. И стоит вопрос об эвакуации людей, поскольку звонок... По звонку, благодаря профессиональной работе оператора, который постарался заговорить этого человека, который позвонил, ну, автоматом высетился его номер еще раз, мы нашли этого человека, и его буквально в этот же день, в ночь уже, получается, он был взят правоохранительными органами, и против него был возбужден уголовный дел. Вот интересно, что за человек, не конкретная личность, а просто вот какого возраста... Человек был возраста среднего, позвонил, как выяснилось, он из-за того, что у него когда-то в роддоме был какой-то конфликт с врачами, и он хотел как бы отомстить за это, вот устроить им, так сказать, горячую ночь, как вот он выразил. Отомстил сам себе. И был другой случай, когда тоже раздался звонок, и один тоже мужчина сказал, заминирована вот машина по такому-то адресу. Его тоже по этому звонку вычислили, в дальнейшем против него тоже был возбужден уголовный дел, а тоже причина какая. Он подъехал на машине, на автостоянку, вот то место, где он постоянно стоял свою машину, оказалось кем-то занят. И он номер этой машины сказал, которая его заняла место, что она заминирована. Ну, его тоже вот такие случаи у нас были. В общем, лучше не шутить. Есть звонки, но я о них не буду подробно рассказывать от школьников. Ну, понимаете, в школе, что, к примеру, заминирована школа. Но здесь мы разбираемся с родителями. Тоже, к сожалению. Тоже не очень приятно. Да, тоже неприятно. Это тоже вот еще раз, да, обращаясь к нашим уважаемым зрителям, чтобы все-таки звонок 112 использовали по назначению. Надо всегда понимать, что кому-то бывает плохо, а в это время, не дай бог, она занята вот такими звонками. Был и другой еще случай, интересно, это тоже, наверное, надо знать. Это тоже помощь оказывается. Когда в Липецкой области женщину обокрали в деревне, у нее был сын только один, с которым она имела связь, в деревне ее обокрали, ни с кем она не могла больше связаться. Она позвонила своему сыну, а он у нас в Видном в это время находился, сказал там, сын, меня обокрали, не знаю, что делать. Он догадался, позвонил на нашу службу 112, наша служба связалась с Липецкой службой 112. В результате этой женщине помогли, там приняли оперативные меры. То есть вот это тоже позволяет помочь. Так что обращайтесь, мы будем помогать. Ну вот чтобы все-таки окнуться в эту деятельность немножечко поглубже, посмотреть на работу этой службы, давайте посмотрим сюжет, которую сегодня с утра снял наш корреспондент и наш оператор. Единая дежурная диспетчерская служба была создана для оптимизации работы экстренных оперативных служб по принципу одного окна. В Ленинском районе она работает с начала 2015 года. Это прием звонков от населения о челеченых ситуациях, информирование руководства муниципального образования и населения о этих челеченых ситуациях, взаимодействие с экстренными оперативными службами Ленинского района. Режим работы круглосуточный. На настоящий момент штат насчитывает 35 сотрудников, включая 18 операторов связи и 9 человек дежурно-диспетчерского состава, выходящих работать посменно. Не каждый человек может выдержать подобную нагрузку. Психологическая устойчивость – одно из главных качеств, которыми должен обладать сотрудник службы 112. Бывают звонки от неадекватных людей, например, то есть в тот момент, когда должна быть выдержка, то есть оператор обязан, должен иметь психологическую устойчивость в этом плане, чтобы не поддаваться эмоциям. К счастью, когда кто-то действительно попадает в опасную ситуацию, угрожающую жизни или здоровью, ЕДДС всегда придет на помощь. Номер 112 доступен бесплатно как со стационарных телефонов, так и с мобильных. Если вызов происходит с территории Ленинского района, то он автоматически попадает на пульт муниципального отделения. Специально для телефонных хулиганов напоминаем, что все звонки записываются, и за ложный вызов грозит, как минимум, административная ответственность. При получении заявления или сообщения о той или иной ситуации, оператор системы 112 заполняет карточку, где вносит все необходимые данные заявителя, данные о, если он есть пострадавший, но данные все о чрезвычайной ситуации. Отзывчивые сотрудники оказывают помощь даже в нестандартных ситуациях. Накануне позвонил человек, заметивший сбитую автомобилем собаку на мосту через трассу М4. По всем регламентам, по всем порядкам, мы не обязаны реагировать на такой звонок, потому что угрозы жизни людей, здоровья, имущества у нас не имеются. Но пошли навстречу, жалко все-таки собаку, ситуация такая. По телефону мы связались с приютом Илоны Броневицкой для животных, там тоже люди пошли навстречу, отправили сотрудника, забрали эту собаку, отвезли ее в ветеринарную клинику, оказали ей там помощь, и забрали к себе в приют. То есть с собакой все хорошо, все замечательно. В рамках усиления контроля за безопасностью в городе Видное установлены 42 камеры видеонаблюдения на социально значимых объектах, сигнал с которых поступает на мониторы ЕДДС. В случае необходимости данные с камер могут помочь сотрудникам полиции в раскрытии преступлений по горячим следам. Так что в опасной ситуации служба 112 всегда придет на помощь. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Ну, фактически, то, что вы нам сейчас рассказали, мы это, в общем-то, как-то увидели даже. Да, я даже, пользуясь случаем, хотел бы тоже поблагодарить наших сотрудников, служб 112, за их работу, потому что наша служба, наша ЕДДС Ленинского района, она всегда находится в зеленой зоне, как мы сейчас говорим, поскольку рейтинг проводится ежемесячный, и всегда она в числе лучше, служб Московской области. Ну, прежде чем перейти к другой теме нашего разговора, я прочту вопрос от телезрителя, я, правда, не захотел подписаться, не знаю почему. А почему скорую помощь, люди ждут по три часа, я сам водитель скорой помощи, и лично у меня ответа на этот вопрос нет. Честно говоря, не могу подтвердить это, не сталкиваюсь. Нет, к сожалению, я там три часа не знаю, может быть, был какой-то, но есть случаи задержки, и, к сожалению, особенно это происходит. Ну, я знаю, всплеск был в новогодние праздники, когда много жалоб было на то, что скорая помощь медленно приезжала к людям. Бывает и в другие дни, ну, неблагополучные, наверное, дни бывает, когда много обращений. Просто у нас постоянно присутствует, допустим, на оперативных завещаниях, которые глава района проводит еженедельно, по понедельникам. И вы знаете, что с 1 января 2015 года у нас служба здравоохранения, в том числе скорая помощь, передана в Министерство здравоохранения Московской области. Но, тем не менее, предстоитель на оперативных завещаниях у главы района бывает, его заслушиваем. Объяснение пока что только в основном одно. Не хватает машин скорой помощи. Бригад? Бригад скорой помощи не хватает. И мы проводим, когда мероприятия, вот если раньше районные, я имею в виду, мы просили, чтобы на мероприятиях дежурила машина скорой помощи, мы сейчас уже от этого отказываемся. Мы говорим, вы, конечно, имеете в виду, что у нас вот такое мероприятие проводится, там много людей будет, но мы не требуем, чтобы дежурила бригада, пусть они работают на вызовах у людей, мы постараемся обойтись, но уж если что-то случится, вы, пожалуйста, к нам приезжайте. Вот, к примеру, были массовые крещенские купания. Раньше мы в местах массового купания всегда дежурили бригады скорой помощи. Сейчас мы просто не можем позволить себе такой роскоши. Вот из-за этого, надеемся, ну, об этом знает правительство Московской области, я думаю, что меры в этом отношении будут приняты. Ну, такие случаи бывают, да. Алексей Петрович, весна в этом году ранняя, и, в общем-то, снег растаял почти уже весь, да? Да, очень рано растаял. И, наверное, для вас сейчас тоже вот такой волнующий, один из волнующих вопросов – это весенний паводок. Какие-то уже мероприятия противопаводковые, да? Да, противопаводковые. Проводятся? Что делается в районе? Хотя у нас здесь вот в Видном-то рек таких крупных нет, но ведь реки в районе есть. Ну, я сразу скажу, что наш район не относится к опасным районам в результате паводка, где происходит подтопление. Есть несколько мест, я их даже могу назвать, потому что их немного. Это у нас есть садовый товарищ Факел, садовая Тащаница на территории городского поселения Горки-Ленинский. И мы имели, правда, это было в августе, во время сильных дождей, когда было подтопление. А так вот особых мест, вызывающих опасения, у нас в районе нет. Но, тем не менее, год на год не приходится. В этом году, знаете, что было очень много снега и была опасность того, что будет довольно сильной паводок. Считается, зима снежная, которая была, да? Да, была зима снежная. Но вот благодаря тому, что видите, как бы оно постепенно все стаяло, и еще один фактор важный, что земля в этом году не промерзла практически. То есть таял снег, и вода уходила в почву. Ну, промерзание было очень небольшое. Это по всей Московской области анализы были. И нам, по сути дела, практически уже снега-то не осталось. Да, вот это нам помогло. Но, тем не менее, мы к этому готовились. Было принято постановление главы района, была создана противопаводка и комиссия, вот которой я возглавляю. Были обследованы все ядротехнические сооружения, ну, проще говоря, все плотины, которые, а их 40 в Ленинском районе. При этом из 40 плотин 18 бесхозные. Ну, а раз плотина бесхозная, она уже вызывает опасность, да? Потому что за ней никто не следит. И мы не можем пока на бесхозные вкладывать деньги в ее обустройство, поскольку это будет нецелевое использование бюджетных средств. И вот задача поставлена, это, собственно, и на контроле правительств Московской области находится, и у нас в администрации районах, чтобы все бесхозные ядротехнические сооружения принять в муниципальную собственность. В этом отношении ведется работа. По 10 бесхозным ядротехническим сооружениям материала передан в Росреестр для постановки. По еще 8 мы должны сделать в этом году. Вообще, конечно, задача как можно быстрее принять их муниципальное собственность, чтобы была возможность выделять на них средства и следить за их состоянием. Пока некоторые из них вызывают у нас опасения. То есть, когда эта работа будет проведена, тогда уже будет... Она ведется, она проводится, ну, конечно, желательно бы нам ее еще быстрее. Ну, тут есть процедура, вы понимаете. Мы их зарегистрируем сначала как бесхозные, потом в течение года должны подождать, что на них не будут претендентов. Это только потом по суду мы их можем принять в муниципальной собственности. Но, тем не менее, мы эту работу по всем бесхозным объектам начали, а те, у которых есть собственник, мы следим, чтобы собственник уже сам следил за их состоянием. Шла недавно по улице. Ну, и еще здесь, да, я извиняюсь, ведь кроме противопалков, мероприятий, на каждом водоеме, да, есть лед, да, а на лед у нас, к сожалению, выходят дети. И вот в этом отношении тоже мы проводим в районе разъяснительную работу в виде встреч с населением, в виде выпуска листовок, в виде размещения информации на сайте, в виде размещения информации на информационных счетах в сельских и городских поселениях, о том, чтобы, я еще раз говорю, и взрослые, и особенно школьники, да, через управление образованием мы проводим, на соответствующие уроки проводятся, с тем, чтобы избежать несчастных случаев при выходе детей на лед. Это тоже опасное время, когда лед может проваливаться, поэтому тоже, пользуясь случаем, обращаясь ко всем, как бы, родителям и взрослым, чтобы проявлять осторожность, не выходить на лед, особенно там ночью, особенно, когда темно, снег, дождь, там, туман и так далее, ходить только по известным маршрутам, да. Да и сейчас вообще уже на лед нельзя? Да, сейчас тем более. Ну, вы знаете, детишки, к сожалению, бывают, и случаи бывают несчастные. Хорошо, у нас еще таких не было, но лучше провести профилактическую работу в этом направлении. Вот я как раз и начала говорить о том, что я шла недавно, и мне как раз выдали листовку. Одна листовка была как раз по паводку, да, будьте осторожны на льду, а вторая была по противопожарным предупреждениям. И как раз это было возле нашей пожарной охраны. Слава был, значит, я правильно говорю, что мы все-таки проводим такой работ. Да, мне дали эти листочки, я их изучила внимательно, и поняла, что, в общем-то, вот такая работа, она действительно есть даже просто среди населения на улицах. Я помню, как и раздавали листовки, и в школах, вот в школах приносили. Да, ну мы проводили, я уж не стал говорить, мы несколько КЧС района проводили по этой тематике, совещания, заседания рабочих групп, вот в частности по гидротехническому сооружению у нас рабочий групп постоянно работает, поскольку эта работа связана с рядом направлением администрации района. То есть не только наше управление, там управление земельно-мущественных отношений, это же ведь объект, это и земля, это и оформление, и это много чего надо сделать, чтобы эту процедуру пройти. Поэтому мы эту работу проводим и будем проводить. Я не скажу, что вот у нас все в этом отлично стоит, но надо поправлять. Так, ну а что у нас с противопожарными мероприятиями и вообще с пожарами в районе? Вот, к сожалению, к большому сожалению, у нас с пожарами в этом году обстоит, я считаю, ситуация неблагоприятна. Ну, пример, к сожалению, печальный. Вы имеете в виду зиму? Я имею в виду вот начавшийся 2017 год. Вот если 2016 год у нас завершился относительно благополучно, то 2017 год начался увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло и количество пожаров, и количество погибших, погибших и количество пострадавших. Опять же, приведу примеры. Вот за весь прошлый год у нас погибло на пожарах три человека за весь год. Но на эту дату еще, прошлый год не погибло ни одного человека. В этом году у нас уже на эту дату погибло четыре человека. А причина? Причина, я вам скажу. Первый случай был зафиксирован в начале февраля текущего года, когда в одной из организаций, это на территории городского поселения Горки-Ленинский, у нас, к сожалению, сейчас много строителей иногородних, люди жили в строительных домиках. Вагончике. 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 Плюс, не обошлось без алкогольных напитков. И вообще, я должен сказать, что практически все случаи гибели связаны с распитием алкогольных напитков. Вот бывает пожары разные, да, но гибнут, как правило, те, кто принимает алкогольные напитки. И многие не сгорают, а погибают от удушья, от дыма. И вот там в вагончике, загорелся этот вагончик, двое людей, по сути дела, тоже погибли от дыма. Дальше у нас еще произошел случай в Булатниковском поселении. Тоже погиб один, тоже по всей видимости, с употреблением алкогольных напитков. В Видном совсем недавно. На Горевске. Да, тоже погиб. Два человека там было. Один погиб, другого мы отвезли в больницу. Не мы, а на скорой помощи. Он жив, не пострадал. А другой тоже задохнулся дымом. То есть он не сгорел, он просто задохнулся дымом. Поэтому самое главное, да, при гибели, это вот недопустимое. Да, вообще не только, вообще не допускать распитие спиртных напитков. Это вот одна из главных причин гибели. Ну, а причина возникновения пожаров, их, к сожалению, много. Это и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, когда я уже сказал, включает обогревательные приборы, нерассчитанные, да, для данной нагрузки. Или когда эти обогревательные приборы некачественные, да, или они самодельные, что еще хуже. Вот. Или это не имеется противопожарной техники, или это непроверена проводка, уже старая, или это камины, или трубы в индивидуальных жилых домах, где тоже происходят пожары. Ну, хорошо, там нет жертв, но дома-то у нас горят, к сожалению, в населенных пунктах, и много тоже индивидуальных жилых домов, где случаются пожары. У кого-то бани горят, у кого-то горят там гаражи, у кого-то дома. Везде, как правило, причина, вот я еще раз говорю, не проверили вовремя электропроводку, не проверили дымоход, либо проверили непрофессионалы, да, либо лишняя нагрузка, либо загорелось, но не могли затушить, не было подручных средств, потому что пожар не начинается разгореть сильно. Поэтому, я еще раз говорю, это пренебрежение элементарными нормами противопожарной безопасности. В этом отношении мы тоже проводим работу, конечно, вот в виде тех же листовок и встреч с населением, и проверяем готовность нашей техники. Вот тоже мы недавно проверяли перед нашим противопожарной службой, собирали. Это и создание добровольных пожарных дружин в сельских городских поселениях. Мы сейчас вот в этом году запланировали сразу в трех городских поселениях создать добровольные пожарные дружины. Это и другие меры, которые мы совместно с МЧС, с МОСОБЛПОШ, с ПАСОМ проводим у себя в районе. А вот сейчас и сезон наступает, дачный, да, я думаю, что еще одна причина будет пожаров, это когда начнут сжечь сухую траву. Татьяна, вы совершенно правы, да, очень хорошие вопросы задаете. Но это не мой вопрос, к сожалению, здесь вопрос от телезрителя, видимо, который нас смотрит. Скоро сойдет снег, и люди по привычке начнут сжечь сухую траву. Дайте профессиональную оценку их действия. Ну, этих людей наказывать надо. Как вообще ее правильно сжечь? Все равно ее надо куда-то... Ее вообще не надо. Нельзя сжечь. А что с ней делать? Даже мы... Ну, ведь, я извиняюсь, у каждого, у каждого, у клочка земли есть хозяин, да? Это либо собственники земель сельхозназначения, либо собственники или арендаторы промышленных земель, либо это индивидуальные, в индивидуальной собственности находятся участки. Ну, согласитесь, у нас... Либо это Гослесфонд, да? Вот. У нас земли ничьей нет. Она обязательно у кого-то либо, я говорю, в собственность, либо в аренде, да? Либо в каком-то ином виде, да? Чья-то. И каждый должен за своим... За своим участком земли следить. Ну, и здесь люди бывают разные. Да, мы возьмем простые, даже все мы, наверное, имеем. Я не знаю, вы имеете садовый участок или какой-то? Ну, конечно, нет. Мы только встали, как многодетная семьяна, в очередь. Вот, я вам желаю, конечно, удачи, хотя земли все меньше и меньше. Я там, допустим, стараюсь за своим участком следить. Но я знаю, что есть соседние, которые получили участок, а там не появляются. В результате у них растет бурьян. Вот кто за их бурьяном, я, извиняюсь, должен следить? Они. И они есть и ответственны за это, как собственники должны. Также у нас есть и нерадивые, более крупные руководители предприятия, а есть и руководитель сельхозпредприятия, у которых земля не используется. Наша задача, как органов власти, понуждать этих собственников, чтобы они следили за своими земельными участками. Для этого мы привлекаем органы пожарнадзора, для этого мы привлекаем органы адмтехнадзора, для этого мы проводим встречи, для этого мы проводим проверку муниципального земельного контроля за стоянием земельных участков. Вот это мы все делаем. Сами мы, к сожалению, наказать, я имею в виду администрации, чиновники администрации никого не могут. А вот привлекать к этому соответствующие органы мы обязаны, и мы это делаем. А жечь ни в коем случае я никому траву не советую. Надо просто вовремя ее убирать, и тогда не будет такого бурья. Понятно. У нас осталось, в общем-то, не очень много времени, а мне бы хотелось затронуть очень важную тему, которую в последнее время часто очень мы слышим. Это слово «купелинка», «купелинка», что-то вокруг этой реки какие-то разговоры ходят, не очень приятные. И, в общем-то, мы тоже участвуем в этом процессе, снимая сюжеты, выслушивая мнение жителей, выслушивая мнение представителей различных структур, которые могут что-то об этом сказать. И все-таки в чем основная проблема? Я так понимаю, там две проблемы, да? Вокруг этой реки сейчас. Вот об этих проблемах хотелось бы поговорить. В субботу, тем более, будет встреча населения. С «купелинкой» планируется, да. С «купелинкой» связано действительно у нас в этом году. Хотя, если ее проанализировать, она истории имеет больший период. Но обострилась вот именно весной. Две проблемы. Это первая проблема – сток грязных вод в реку Купелинка. Конкретно от одного из застройщиков. Я его назову. Это «Телсиком групп» застройщик в микрорайоне «Эковидное». Микрорайон Купелинка, у которого есть порядка 15 домов. И вот от них идет в Купелинка, в Калиновский пруд. По их очистным сооружениям грязная вода. Просто очистные сооружения не выполняют роли очистных сооружений. Они не очищают так, как положено воду. И она не только грязная, она имеет соответствующий запах. Да, и это вызывает совершенно справедливые нарекания у жителей этого микрорайона. Да, и остальных. Я знаю, даже на той стороне Калиновского пруда в пуговичин этот аромат, я извиняюсь в кавычках, распространяется. Вот мы проводили по этому поводу КЧС, чрезвычайное заседание комиссии нашей, комиссии под чрезвычайным ситуацией Ленинского района. Мы пригласили на заседание комиссии эту организацию. Мы пригласили организацию, которую они наняли для ремонта своих очистных сооружений. Мы их заслушали. Мы пригласили туда и прокуратуру, правоохранительные органы. Мы, рассмотрев этот вопрос, сочли работу данной группы неудовлетворительной. Поэтому было принято решение материала, связанное с ее деятельностью, передать в прокуратуру Ленинского района. Кроме этого, мы обратились, поскольку администрация района, глава района, опять же, он может действовать только в рамках своих полномочий. Поскольку это крупный застройщик на территории Ленинского района, мы тоже в решении комиссии записали обратиться с тем, чтобы этой организации запретили дальнейшее строительство. Сами запретить не можете. Да, сами мы, к сожалению, я и говорю, ни администрация, ни глава района этого сделать не можете. У него нет таких полномочий. Это полномочия правительства Московской области. Вот мы обратились с тем, чтобы, раз они себя так ведут, хотя они нас заверяли, что мы до 1 апреля устраним все неполадки. Хотелось бы в это верить. Тем не менее... А вообще-то реально, на ваш взгляд? На мой взгляд, они до 1 апреля не смогут успеть все это устранить, то, что надо устранить. А там что нужно? Новые какие-то сооружения? Они что-то не так давно построены? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо провести проверку и проект. Вот, что они сейчас и делают. Они уже сказали, что у них проект готов. Ремонт этих очистных сооружений. Они наняли организации соответствующие, которая этим занимается. Мы ее тоже слушали. Она подтвердила, что они заключили контракт на то, что они обещают это сделать. Ну, я и говорю, хотелось бы надеяться, чтобы они до апреля это сделали. Но я думаю, что, наверное, этого срока маловато будет. Но, тем не менее, учитывая вот это неудовлетворительное состояние, я думаю, что органы прокуратуры в случае необходимости могут возбудить и уголовное дело против этой организации. Мы со своей стороны во всяком случае постарались сделать то, что мы имеем право сделать. Это подготовить материалы, рассмотреть их, передать в прокуратуру, в правительство Московской области проинформировать и обратиться с тем, чтобы к ним тоже были приняты меры. Это вот одна проблема. Давайте про вторую проблему посмотрим небольшой репортаж нашего корреспондента как раз с КЧС, с последнего, и тогда уже вы как бы комментируете. В районной администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского муниципального района. Поводом для него послужила экологическая обстановка, которая ухудшается по вине некоторых недобросовестных граждан и организаций. Ведется незаконная засыпка водоохранной зоны прибрежной полосы реки Бица. Незаконная засыпка, повторюсь. Эти работы ведутся на протяжении нескольких лет с периодичностью. То есть мы остановили такие работы где-то года два назад. Сейчас они возобновились, и мы не хотим допустить того, что было в прошлые годы. Подобная же ситуация наблюдается в пойме реки Купеленко и во враге вблизи СНТ Картинская гора. Впереди паводок, а значит положение вещей опасно вдвойне, ведь в результате разлива реки загрязнение распространится на обширные территории. Для решения этой ситуации в администрации собрались представители управленческих структур, таких как Госадмотехнадзор, Департамент Росприроднадзора, Министерство экологии и природопользования Московской области, правоохранительные органы и администрация Ленинского района. По словам заместителя председателя комиссии, решить ситуацию легко и в одночасье не получится. Когда мы туда выезжаем, или когда мы просим нашу полицию туда выезжать, нашу ГИБДД, сами туда выезжаем, нам удается этих людей отогнать, разогнать, наказать, но как только мы оттуда уходим, значит через какое-то время они снова там появляются. И получается такая ситуация, что за этим надо следить практически круглосуточно. Для детального изучения проблемы выяснилось, что некоторые структуры, призванные контролировать ситуацию, справляются со своими обязанностями плохо. В частности, такой низкой оценкой была отмечена работа Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. Организация слабо использует свои полномочия по пресечению нарушений, о которых мы говорили, а именно завоз несанкционированного грунта, мусора в пойме реки Купеленко. Они обязаны за этим были следить уже вот все это период, и не только, как мы выяснили, за два года наказать всего лишь одно физическое лицо, а как я уже говорил, там ежемесяц, может быть, по 20-30 лиц наказывать, а по сути дела работа с их стороны не ведется. В ходе заседания удалось выработать алгоритм действий. Согласно ему, будут приняты следующие меры. Ограничение въезда транспорта, груженного грунтом и строительным мусором, водоохранную зону путем установки круглосуточного стационарного поста охраны, установка видеокамеры для регистрации государственных регистрационных знаков транспорта, вывозящего строительный мусор, дополнительные дежурства экипажей ДПС и привлечения виновников к административной и уголовной ответственности. Алексей Петрович, у нас буквально 2-3 минутки осталось, поэтому прокомментируйте, что сделано, может быть, неделя прошла после этого. Какие все-таки меры будут точно приняты? Значит, мы уже приняли меры, поставили посты. Опять же, я должен сказать, что просто так бюджетные средства тратить на это невозможно, только через решение КЧС мы можем выделить средства на оплату этих постов, которые, собственно, дежурят круглосуточно и не дают возможности сейчас заезжать в этот район для того, чтобы сваливали неизвестные лица, неизвестный мусор, грунт и тому подобное. Ну, там все, что угодно можно свалить, заехать. Вот эти меры приняты, но плюс будем дополнительно воздействовать на эти органы, которые тоже следят за этим, как я уже сказал, и вот природопользование Министерства экологии, Адмтехнадзора, департамента, о котором я только там что говорил, чтобы они тоже, извиняюсь, но за два года наказать одно лицо, это практически люди не работали. Чтобы они, а и даже будем обращаться в вышестоящие органы, чтобы с их стороны, со стороны контрольных органов, также были приняты меры. Вот мы со своей стороны пошли, я считаю, на чрезвычайные меры, когда выделяем средства на посты, хотя этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Понимаете, мы уже немножко в их компетенции залазим, но мы вынуждены это делать, чтобы обеспечить, я еще раз говорю, порядок на нашей территории, и самое главное, сохранить, наверное, здоровье и безопасность наших жителей. Потому что к нам могут привезти все, что угодно. И свалить, в том числе и в купелинку. Но вот эта ситуация, то есть они все постоянно, круглый год туда свозят? Ну, они, я говорю, вот над же днем они побаиваются, а ночью могут завозить, там же никто не дежурит круглые сутки. Дорога там проходит, поэтому и решили поставить пост круглосуточно. Но вот эта ситуация, она ведь не только у реки Купелинка, но и вообще в районе, в разных поселениях. Да, там, если слышали, было названо сельское поселение Развилковское, СНТ Каркинская гора. У нас много случаев в сельском поселении Молоковское. Мы сейчас что еще делаем? Везде ты не поставишь посты. Да, мы сейчас что еще делаем? Я имею в виду, мы это администрация Ленинского района. Вот тоже было сегодня проведено наблюдение. Это выделяем на это средства по каждому поселению. Это помощь правоохранительному органу, который фиксировать будет автомашины, причем и в ночное время, с хорошим разрешением, с хранением материалов. Я думаю, что это нам окажет помощь в нахождении тех, я считаю, преступников, которые этим занимаются. Ну, во всяком случае, или их людей, которые они посылают совершать ящичное преступление, завозить грязь к нам в район. И жители же тоже могут как-то помочь? Что могут сами жители сделать? Сфотографировать, может быть, и снять? Ну, жители, да. Если житель зафиксировал машину, да, мы можем найти. А если он просто сказал, вот там ночью кто-то валил, это ничего не даст. То есть обязательно нужно сфотографировать? Куда обращаться-то с этими фотографиями, с этими фактами? Ну, обращаться-то все знают, куда. У нас, в принципе, либо в администрации поселения на территории, которая это произошло, либо в администрации Ленинского района, либо в управлении полицией, да, либо в адмитехнадзор тот же. То есть обратиться есть куда, вот везде должны принять такой сигнал. Обращаться есть куда, главное, к этому надо подложить соответствующий материал, чтобы этого наказать. Вот именно. Ну, у нас демократические очень законы, и надо доказать вину. Порой поймали, а вину не доказали. Вот здесь слабое место. Надо поработать, да, в этом отношении, чтобы доказать, что это именно совершил незаконно, чтобы его можно было привлечь к этому. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Мы достаточно много охватили тем, разных вопросов, ответили, в общем-то, на все вопросы наших телезрителей. И я думаю, что те, кто хотел что-то услышать, да, по определенной теме, он, наверное, услышал. Спасибо вам большое. Спасибо вам, да, спасибо зрителям нашим. Всем, как говорится, хотелось бы пожелать, чтобы меньше сталкивались с такими ситуациями, чтобы в нашем районе было чисто, спокойно, и чтобы люди получали удовольствие от проживания на территории нашего района. Всего вам самого доброго, хорошего вечера, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова